Всем привет! Меня зовут Камила, я кинолог. Это моя собака, ее зовут Буса, ей 5 лет. Ну, вообще, если честно, Ротвейлер достаточно универсальная порода. То есть, если мы будем говорить про общие черты характера и качества, возможности дрессировать собаку, как она себя ведет дома, то она достаточно универсальная порода и достаточно пластичная порода. Вот в современности, в 21 веке, это уже хороший компаньон. Я, опять же, не могу сейчас сказать, что современный Ротвейлер с нормальной, с хорошей головой, из хорошего питомника будет кого-то есть. Это, опять же, наверное, в копилку туда, в эти 90-е, когда там ввязалось все, что попадя, что не попадя из Ротвейлеров. Никакой отбор там, естественно, никто не делал. Чем агрессивнее, наоборот, лучше, чем крупнее, тем лучше. Поэтому вот современный Ротвейлер и современная селекция Ротвейлеров, она очень строго отбирает агрессию. Когда мы начинали разговоры про щенков от бусы, ну, забегая вперед, мы в итоге, я решила, что я не буду ее вязать. Но у нас спрашивали агрессию к людям, агрессию к собакам, всякие необоснованные агрессивные поведения. То есть все это строго отбирается у нормальных современных заводчиков. Потому что все, это уже не собака-убийца, это уже трушка-ватрушка, милый компаньон. Поэтому люди стараются, кто занимается этой породой, отбирать, конечно, достаточно адекватных социальных животных. В общих чертах она в основном, конечно, такая собака-полка. То есть все хозяева, всех люблю. Если кому-то надо там что-то сделать, там, какую-то трюки показать, дрессировку показать, это она вообще запросто, это она за милую душу. Ой, это вообще отдельная история. Эта мадам вообще обожает детей. Практически всех, даже настойчивых, даже кричащих, даже назойливых. Она очень любит детей. Но вообще, вот она с рождения, еще когда была совсем маленькой, она уже тогда показывала отдельную особую любовь к детям. Ну, тут тоже я не объективна, но я расскажу про Бусяню. Это просто суперидеальная собака в плане социализации с другими собаками. Она вырастила мне мою бельгийскую овчарку, скота. Она сейчас растит мне чихуахуа. То есть она настолько такая прям мать-мать. Что касается с чужими собаками на улице, она со всеми хочет общаться. Вот, ну, ни одну собаку она не пропустит. При этом, при всем, она достаточно аккуратная. То есть она может общаться даже со всеми малютками. То есть я вот когда чихуахуа привезла, ему два месяца. Я вот спокойно, без зазрения совести, даже не переживая, отпускаю Бусяню к чихуахуа. Я знаю, что она ему ничего не сделает. Да, есть. Это прям боль моя. Это собака, купленная за 15 тысяч на Авито. Пусть с документами, но за 15 тысяч. В ее в одну ногу вложены 55 тысяч. У нее разрыв передней крестовидной связки. И нам пришлось это оперировать, потому что это само не заживает. Там была достаточно серьезная операция. Плюс мы подшивали ей слезные железы. То есть у Ротвеллеров сейчас очень распространено вот это укорачивание морды. Вообще по стандарту у Ротвеллера вот часть, где нос, и вот эта часть черепа, она идет один к одному. То есть даже Буся у нее уже считается достаточно короткой мордой. Укорачивание морды, так же как у МОПСов, у всех идет плохая переносимость жары. Самые распространенные вообще болячки у Ротвеллеров, если коротко рассказать, суставы в первую очередь. И вот эти проблемы с сыростью морды и укорачиванием носа. Тоже я скажу так, что когда она росла в подростковом возрасте, у нас начались проблемы с реакцией на какую-то еду. Я до сих пор не поняла, на какую. Мы какое-то время ели специальный лечебный корм. Мы вводили ей диету, смотрели ее реакцию. Но вот сейчас, ей уже там шестой год, она ест все, все, что ей дашь, любую еду. Никакой реакции прям тьфу-тьфу-тьфу, никакой реакции нет. Все чистенько. А вообще в свое время, в подростковом возрасте, у нас было такое, что у нас прям была реакция, что были проплешины на собаке. То есть уши у нас очень сильно текли, прям какое-то время сильно. Поэтому я думаю, что это в большей степени, конечно, мне так повезло. Но вообще ротвеллеры не аллергичны. А так вот конкретно, если про нее говорить, у нас вот такие проблемы были. Тут это вариант для ленивых. Я, конечно, понимаю, что она выдержит и нагрузки, и она хочет нагрузки, и она любит нагрузки. Но это настолько универсальный солдат, что если у нас ленивая часть жизни, то мы лежим, спим, ничего не делаем. Если у нас активная часть жизни, мы бегаем, прыгаем, по сугробам носимся, работать хотим. То есть я настолько, мне это нравится в ней, что она терпит, сколько надо терпеть. Гуляет, ну сколько надо, столько и гуляем. То есть нету такого, что, допустим, какое-то время нету нагрузки, и она лезет на стену, как вот моя бельгийская овчарка. Мне нравится, что она хочет ровно столько, сколько хочу я. Не настолько все, конечно, быстро в сравнении с бельгийской овчаркой, с которой я сейчас смогу сравнивать. Но тоже достаточно все быстро она схватывает. Так у меня к ней, в общем и целом, претензий никогда не было. То есть все, что мне надо, она делала, она старалась. Она, у нее уже бывшее спортивное прошлое. То есть, в принципе, она конкурентно способна даже с большинством активных спортивных пород. Плюс-минус, может, конечно, не такая прям прыгучая, но так-то она, в принципе, работоспособная, скажем так. Ну, вообще, они как бы имеются. Она, когда ей надо, она делает вид, что она страшный ротвейлер, сейчас всех сожрет. Но я, как хозяин, который стоит за другой стороны поводка, я прекрасно понимаю, что это больше такая защитно-оборонительная реакция. Это больше из-за неуверенности, потому что она достаточно трусливая в каких-то моментах. Отсюда вот эта вот излишняя самоуверенность. Так, конечно, она сдала защитный норматив. То есть, у нее все сдано. В принципе, она это умеет делать, но больше, наверное, в такой играючей форме. То есть, по-настоящему прям кусать-кусать она людей не будет. Даже если такой случай попадется. Мыться обязательно как минимум раз в месяц. Ну, вообще, я мою по мере загрязнения. То есть, в последний раз мы как раз мылись вашим шампунем с кондиционером антибактериальным. И тут она поэтому так блестит. Вообще, по мере загрязнения. То есть, гладишь, чувствуешь, что руки уже жирные, значит, надо мыть собаку. В линьке это просто жуть-кошмар. Пол у меня белый. И в линьке все черное. Да? Ложись. Ложись. Все черное. Ну, если прям по суммам считать, то мешок корма 12 килограмм у нас обходится где-то в районе 5-5,5. Потом вкусняшки. Это тоже уходит где-то в районе полутора. Ну, полторы тысячи на всю нашу горьбу. На всех наших собак полторы тысячи. Какая-никакая дрессировка в зале. Когда ты арендуешь зал, занимаешься там с ней. И, в общем и целом, так-то все. Ну, наверное, в первую очередь это к его характеру. То есть, опять же, повторяюсь, в маленьком, в большом теле щенок сидит. Понятное дело, что вот этот шлейф из 90-х, что все вокруг будут ходить и вам говорят, что у вас собака-убийца. Но если к этому относиться достаточно нейтрально, то, в принципе, в общем и целом, достаточно хорошая городская собака, хороший компаньон. Друзья, пишите, о каких породах вам было бы интересно узнать. И мы снимем о них новое видео. Спасибо за внимание и пока-пока!